Тем временем США планируют ужесточить санкции против России и Ирана за поддержку режима президента Сирии Башара Асада. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Ники Хэлли в эфире телеканала CNN. По ее словам, отреагировав на химическую атаку в Сирии ракетным ударом, администрация Дональда Трампа послала важный сигнал Москве. Америка больше не позволит прикрывать кровавый режим и убивать невинных людей. О конфликте в Сирии подробнее Маргарита Стыцюк. 4 апреля подконтрольный сирийским повстанцам город Хан Шейхун подвергся химической атаке. Около 80 мирных жителей погибли, 20 из них – дети. В нападении мирное сообщество обвинило президента Сирии Башара Асада. Чтобы остановить убийство мирных жителей, вмешались Соединенные Штаты Америки. В ночь с 6 на 7 апреля вооруженные силы США выпустили 50 крылатых ракет «Тамагавк» по военно-воздушной базе в Шайрате. Ни одно живое существо не должно страдать от такого кошмара. Сегодня я призвал нанести военный удар по целям в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака. Предотвращение распространения смертельного химического оружия отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности США. Использовав запрещенное химоружие, Сирия нарушила свои обязательства в рамках Конвенции о химоружии. Действия США поддержали Великобритания, Франция, Германия и другие союзники Штатов. А вот в России, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада, заявили, что происшедшее 4 апреля стало якобы следствием утечки газа из складов повстанцев. И обвинили США, назвав их удар по военной базе нарушением международных законов. Конечно, это акт агрессии абсолютно под надуманным предлогом и напоминает, конечно, всю ситуацию 2003 года, когда США Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак. Ракетный удар стал первым прямым военным действием США против режима Асада. Американская администрация для того, чтобы избежать жертв, заранее предупреждала об ударе и Россию, и Сирию. Решение президента США Дональда Трампа стало важным сигналом Кремлю. Америка больше не позволит прикрывать диктаторский режим и убивать невинных людей. Он, как всегда, сидел, смотрел новости, как он это любит делать днем, и видит там вот эти вот страшные кадры, которые, наверное, все видели из города Ханши-Хуна, где эти дети, которые задыхаются от химической атаки. Через буквально 36 часов американские томагавки уже полетели в сторону сирийской авиабазы. Это застосование химичной сброи. Неиспользование химического оружия – одна из норм международного права. Конечно, поддерживать его соблюдение должна ООН. Но так как на сегодняшний день организация не может этого делать, США взяли на себя функцию защитника норм международного права. Похоже, что Сирия становится разменной монетой в геополитических играх Москвы. Эксперты отмечают, что Кремль в любой момент может отказать Дамаску в поддержке. Но лишь в том случае, если на другой чаше весов окажется Украина. Россия может вынудить свернуть свое присутствие в Сирии только договоренность с Америкой по Украине. Ради чего, собственно, Россия туда и заходила. Это разменная карта. Никакого стратегического интереса в Сирии, в Российской Федерации нет. Кремль действия Вашингтона в Сирии считает ошибкой. Отношения между США и Федерацией в таком случае могут еще больше накалиться. Маргарита Стыцюк, Евгений Савицкий, UATV.